добрый день добрый день коллеги очень рад вас видеть я буду потихоньку начинать эфир мы стартуем вовремя я алексей ёжиков я руководитель секции коучинг в ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии пожалуйста пишите мне что вы меня слышите видите машите руками приветствуйте друг друга будет здорово если у нас здесь будет активность потому что наш сегодняшний эфир это эфир в котором я планировал ответить на вопросы по поводу нашего начинающегося довольно скоро уже стартующего курса системный когнитивно-поведенческий коучинг и у меня опять же просьба коллеги кто присоединился и кому эта тема вообще близка пожалуйста в чатик поставьте скажем сердечко если вы уже знаете про этот курс что-то смотрели про него и вопросик если у вас есть вопросы и причем можете ставить сердечкой вопросик если у вас есть и то и то а я потихоньку пока вы это делаете и пишите мне в чат насколько вы знакомы с нашим курсом и вообще с темой коучинга да расскажу и отвечу на вопросы которые оставляли в stories аккаунта ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и расскажу о том чем наш курс даже не то что отличается от других но скорее какие у него есть основные особенности и о которых вам нужно знать я поподробнее расскажу о программе и еще был вопрос какое образование нужно чтобы записаться на курс и об этом я тоже расскажу чуть подробнее мне бы хотелось чтобы вы хорошо понимали что это не просто отдельная образовательная программа короткая ну я имею ввиду сто двадцать восемь часов у нас планируется да в этом я скажу чуть подробнее ну что она отдельно стоящие нет для ассоциации направление коучинга это очень важный сектор развития знаний навыков как действующих терапевтов и психологов так и будущих когнитивно-поведенческих коучей так что начну я наверное с того да что этот курс не просто называется коучинг и когнитивно-поведенческий подход наш курс он посвящен относительно новому направлению которое мы развиваем которое называется системный когнитивно-поведенческий коучинг это направление согласовано с моделями методологии ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии если вы обучались на базовом курсе по терапии в нашей ассоциации то вы знаете примерно что это за методология если вы слушали выступление дмитрий викторович ковпака максима зрютина наших других коллег дениса иванов вы наверняка многое об этом слышали и знаете и тот подход который мы разрабатываем и который мы сами используем также опирается на большой действительно большой уже мировой базис по когнитивно-поведенческому коучингу как таковому важно понимать что в россии когнитивно-поведенческий коучинг практически не развит если говорить о наших главных важных особенностях то вы можете меня поправить в комментариях если вы встречали полноценные образовательные программы именно по когнитивно-поведенческому коучингу в россии но я таких не нашел не встречал мы же рассчитываем на то что вы начнете осваивать именно это направление именно эту парадигму постоянно возникает много вопросов чем отличие между терапии коучингом и существует ли она да где границы между психологическим консультированием и коучингом должен ли может ли просто психолог консультант оказывать услуги коучинга не проходя какую-то до подготовку должен ли коуч иметь психотерапевтическое образование этих вопросов довольно много и мы на них отвечаем на все эти вопросы в ходе нашего курса и не просто отвечаем словами да но даем вам освоить попробовать и наработать навыки которые помогут вам делать действительно по-настоящему коучинг причем именно когнитивно-поведенческий существовал до соблазн многие годы взять классические коучинговые модели такие как grow модель вы наверняка про не услышали еще какие-то типичные модель там колесо баланса не знаю что угодно можно выбрать и просто упаковать их найти такую когнитивно-поведенческую обертку сказать что вот у нас когнитивно-поведенческий коучинг и рассказывать о всем том же что сегодня существует практически в рынке и когда мы два года назад размышляли об этом то конечно же мы сразу отбросили эту мысль по той простой причине что когнитивно-поведенческий фундамент когнитивно-поведенческий подход с нашей точки зрения является невероятно мощным как с точки зрения предсказания поведения пациентов так и с точки зрения методологии и вообще построение карты того что происходит в голове у терапевта психолога или коуча и поэтому мы еще раз повторюсь два года назад начали разрабатывать такую методику которая была бы интегрированной чтобы она была совмещенной с подготовкой терапевта психолога-консультанта и коуча и когда мы шли через это и осмысляя свою практику и читая снова выходящую мировую литературу кстати говоря в двадцатом двадцать первом годах вышло и в девятнадцатом вышло большое количество замечательных учебников наших британских коллег под редакции стивена палмера в том числе именно по когнитивному поведенческому коучингу и по коучинг-сайкологи и то что мы в итоге сделали то что мы в итоге оформили вылилось одновременно в несколько вещей во первых в курс базовый который напомню стартует 16 июня во вторых в нашу с дмитрием виктором ковпаком совместную публикацию которая так и называется системно системный когнитивно-поведенческий коучинг понятия и основы методологии и эти понятия основы методологии согласованы с тем направлением в котором развивается ассоциация в частности сегодня насколько мне известно была опубликована статья ковпака диагностика в когнитивно-поведенческой терапии которая очень обстоятельный подробно рассказывает о сегодняшнем взгляде да и об эволюции взглядов на то что такое когнитивно-поведенческая терапия как она работает тем более что нам было важно инкорпорировать еще одно очень серьезное изменение в рынке которое произошло и вообще да в нашей практике это появление в конце 2020 года когнитивной терапии ориентированы на восстановление институт бека кто не в курсе опубликовал да объявил о том что начинает открыто двигать в рынок новое новую модальность новое направление да которое когда мы начали его сами изучать и погружаться оказалось очень очень похоже на коучинг в каких-то моментах и в итоге соответственно давайте завершу эту прям был да я расскажу чуть подробнее об преимуществах в кавычках или отличиях ключевых моментов курса да это прям было было о том что наш подход к когнитивно-поведенческому коучингу он во-первых действительно глубоко опирается на фундаментальные аспекты когнитивно-поведенческой модели во вторых он очень тесно интегрирован с когнитивно-поведенческой терапии и психологическим консультированием и в третьих он предлагает некоторое количество своих моделей концепции которых не существует в рынке вообще и это модели концепции не просто теоретически а это модели практически методологически которые позволяют действующему или обучающемуся практику в психотерапии или психологическом консультировании осваивать навыки коучинга и навыки которые вам потом пригодятся в освоении когнитивной терапии ориентированы на восстановление так чтобы они гармонично дополняли навыки традиционного когнитивно-поведенческого терапевта а с другой стороны для того чтобы вы могли осознанно переключаться между ними и чтобы не происходило несознательного такого бессознательного смешивания этих практик подходов и вообще говоря майндсета да то есть вот в целом того режима в котором вы действуете собственно режимах помогающих специалистов я рассказывал довольно много есть отдельные видеозаписи в youtube канале ассоциации вы можете их посмотреть записи с преформа себе ти 2020 в общем если интересно пожалуйста поразбирайтесь наш курс будет продолжительным он стартует 16 и у нее вот у нас в списке зрителей появилась катрина александрова одна из трех преподавателей которые будут вести и она как раз начнет нашу программу начнет с семинара об истории и этики коучинга вообще надо сказать что у нас неприлично говорить про себя я скажу про катрину и александрова елену ханину это замечательные специалисты причем мы все дополняем друг друга в некотором смысле до елена ханина уже больше десяти лет занимается психологическим консультированием и она и коучингом в том числе и она из ветки семейной психологии и лайф коучинга катрина в свою очередь из бизнеса и она очень гармонично совмещает и бизнес коучинг лайф коучинг и смежные всякие разные направления я в свою очередь из бизнеса из бизнес коучинга развился в сторону экзекутив коучинга то есть коучинга высших лиц крупных компаний и у этих людей постоянно возникают запросы которые находятся даже не то что на стыке до бизнеса и личной жизни они постоянно интегрируют эти вещи и они постоянно находятся где-то на стыке с вопросами психотерапии психологического консультирования то есть у этих людей очень часто возникает эмоциональное истощение эпизоды не сдержанной агрессии и еще целый ряд различных состояний таких условно не в клиническом смысле да но условно пограничных между коучингом психологическим консультированием и терапией и это постоянные вопросы вот такого перетекания между бизнесом и личной жизни поэтому мы как мне кажется можем дать очень такой взвешенный разноплановый взгляд на системный когнитивно-поведенческий коучинг и еще одно преимущество в пользу группы авторов да то есть катрина и елена также являются с авторами содержание того которое будет сессиях то что они будут преподавать это их материал пропущенный через опыт и знание представления нас троих да то есть мы втроем работаем и каждый из нас еще является таким одним из ключевых авторов своих семинаров кроме этого в коллектив авторов не просто включен до лидирует его я бы сказал дмитрий викторович ковпак который зорко следит за тем чтобы все было верно и правильно с точки зрения современного научного знания когнитивно-поведенческого да то есть несмотря на то что у елены у катрины чуть больше у меня чуть меньше но все равно есть подготовка в области когнитивно-поведенческой терапии у нас есть еще вот такой научный консультант и лидер этого процесса поэтому мы точно можем говорить о том что то что вы получите на сегодняшний день включает себя самые современные проверенные знания опирающиеся на публикации опыт и разнообразный опыт не только российских авторов да то есть нас четверых но и зарубежных наших коллег которые великобритании соединенных штатах америки достаточно давно разрабатывают уже эту тему мы действительно глубоко следим за этой научной литературой много читаем у меня у самого пара десятков книг только за последние три-четыре года опубликованных в киндле которые мы используем и так далее значит как я уже сказал курс начнется в июне он закончится в конце января или начале февраля 2022 года он будет включать в себя 128 часов из которых 8 часов это супервизия которую обязательно нужно будет пройти для того чтобы получить документы об окончании и завершении курса супервизия будет предполагать что вы проработаете кейс и вы будете его защищать также как и в базовом курсе по когнитивно-поведенческой терапии только сам кейс будет чуть поменьше и попроще 120 часов будут делиться в такой пропорции 90 часов чуть меньше это теория и обсуждение то есть такой диалоговый формат до 30 часов это практика поэтому курс весьма практичный также мы будем помогать вам соорганизовываться чтобы вы могли нарабатывать практику друг с другом и сам курс будет проходить по средам по три с половиной часа с семи вечера до десяти-тридцати каждую неделю то есть он состоит из 16 семинаров из которых один это супервизия а остальные 15 это два занятия раз в неделю одна среда и следующая среда программа включает в себя целый спектр вещей которые нужны для базового освоения коучинга и конечно мы начинаем с этики обязательно мы считаем что это очень важно история и этика для того чтобы развиваться в коучинге очень важно понимать откуда он взялся как он происходил узнать о том что у коучинга не одно не один источник а большое количество разных таких точек где он зародился и в итоге объединился вот в эту практику которая сейчас распространена по всему миру как это происходило каковы были разные направления коучинга и вот второй да очень важный аспект о котором мы вместе с Катриной точнее студенты обязательно поговорят и разберут это тема этики и что супер важно вы не просто будете изучать этические кодексы вы будете разбирать конкретные практические кейсы в которых нарушение этики может быть настолько тонким и неочевидным что если вы не сталкивались с такими ситуациями раньше то вы можете допустить ряд не то что ошибок да но проблемного поведения и мы хотим чтобы с вами этого не происходило поэтому мы начинаем с этики это обязательное требование многих федераций дальше продолжаем теоретическими основами когнитивно-поведенческого коучинга о чем буду я рассказывать а потом будем разбирать каким образом строятся коучинговые сессии коучинговые интенсивные программы коучинговые долгосрочные программы какие существуют коучинговые компетенции и дальше целый ряд семинаров будет посвящен конкретным коучинговым компетенциям от заключения контракта до прогресса и стимулирования прогресса актора, клиента с которым вы будете работать мы затронем очень я еще раз повторю очень много раз тему взаимосвязи и границ терапии психологического консультирования и коучинга сразу дам спойлер что жестких границ не существует но мы будем прямо серьезно обращать свое внимание на то как на что нужно обращать внимание специалистов для того чтобы чувствовать ага вот кажется сейчас нужно переключиться из коучинговой модальности в модальность психологического консультирования предложить это актору или что мой клиент в терапии уже дошел до того состояния когда я могу предложить ему или ей коучинговую работу или если у меня не хватает компетенции для терапевтической работы с моим актором из коучинга то как я могу помочь этому человеку увидеть что ему требуется терапевтическая помощь и перенаправить его к специалисту имеющему соответствующей компетенции мы будем об этом действительно много не только разговаривать но еще и практиковаться мы будем изучать маркеры которые говорят о том это условно да клиент на коучинг или на терапию мы будем изучать маркеры которые говорят о том в каком режиме нужно работать с этим клиентом об этом мы поговорим отдельно или посмотрите видео на ю тубе мое о котором я говорил о режимах специалиста мы будем говорить о маркерах переключения то есть что может происходить в ходе работы с человеком что может потребовать или навести нас на эту мысль или на опасение что требуется переход из одной модальности в другую или переключение из одного режима в другой вот прям обещаю этого будет много и конечно же будет все остальное что нужно знать о коучинге включая конкретные техники, методики, практики опять же навыки повторюсь об этом я говорил подробно пожалуйста переходите на сайт базового курса на сайте АКПП туда есть ссылки из соцсетей и с основного сайта там подробно расписана программа я сейчас смотрю в свой ноутбук и там если вы нажмете там есть программа курса если вы нажмете на плюсик то там внутри каждого семинара написано что вы изучите ну и соответственно формат стоимость семинара и так далее когда он будет проходить завершить завершится наш курс с вами двумя семинарами по лайф и бизнес коучингу то есть задача базового курса для нас не просто познакомить вас с основами но дать вам навыки которые вы сможете применять вот прямо в асфоль на семинаре и пошли применять уже со своими клиентами в терапии или консультировании или начали экспериментировать в коучинговом формате возможно пока еще не в контексте платной услуги но мы хотим чтобы вы закончили курс понимая куда вы можете двигаться дальше для очень многих людей которые начинают осваивать коучинг почему-то тема ну там какой-то отдельной сертификации сейчас отдельно обязательно отвечу тоже ряд вопросов он постоянно возникает по поводу сертификатов ICF или других ассоциаций об этом я скажу отдельно обязательно отвечу но многие люди которые начинают изучать коучинг почему-то думают что если я пройду программу и получу квалификацию ICF например ACC то это как-то резко откроет передо мной все двери я хочу вас разочаровать это не так квалификация и сертификация ICF быть членом профессиональных ассоциаций следовать этическим кодексам профессиональных ассоциаций это супер важно мы глубоко убеждены что это нужно делать я сам являюсь членом двух российских ассоциаций ассоциаций русскоязычных коучей и национальной федерации профессиональных менторов и коучей у меня очень много коллег в рынке которые сертифицированы по ICF и квалифицированы и я считаю что это действительно важно но прохождение программы и получение сертификата не является вообще никакой гарантией того что у вас начнется практика это работает по-другому и поэтому мы в конце нашего длинного курса вот я сказал два семинара то есть четыре недели четыре занятия будут посвящены лайф коучингу и бизнес коучингу и там мы с вами поделимся своими практическими соображениями о том как вы можете двигаться для того чтобы развивать свою коучинговую практику дополнительных терапевтической и консультационной мы опять же повторюсь рассчитываем на то что это не единственный курс висящий в вакууме после базового курса будет продвинутый курс кроме продвинутого курса мы уже планируем отдельные семинары по направлению в частности отдельные отдельное направление бизнес коучинга отдельное развитие в сторону лайф коучинга и мы не собираемся вас бросать наша задача вообще ассоциации во всех курсах помочь вам стать практикующими специалистами не просто обучить вас и дать вам сертификат этого уже недостаточно задача заключается в том чтобы вы проработали какие-то свои блоки и проблемы на этот счет чтобы вы работали и чтобы вы улучшали себя и уже в живой практике поэтому ну во первых мы все это планируем во вторых вы не поверите но даже в отношении бизнес коучинга куда куда зайти ну в общем условно говоря с улицы да не так то просто у нас тоже есть целый ряд наработок и в отношении лайф коучинга у нас есть сейчас целый ряд наработок например с сервисами подбора психотерапевтов которые сейчас начинают внедрять у себя коучинговые вертикали я пока не могу говорить ни о чем конкретном да но я об этом рассказываю для того чтобы вы понимали что мы планируем вас поддерживать и не просто рассказать вам о коучинге а помочь вам наработать навыки и увидеть и начать делать шаги именно в развитии своей практики возможно после базового курса тоже это обсуждается и мне очень нравится эта идея мы сделаем еще отдельные практику мы по маркетингу развитию практики для коучи возможно терапевта в общем посмотрим да это я рассказываю для того чтобы понимали что кроме вот этого курса еще есть целое будущее впереди которое не надо сбрасывать со счетов и поэтому пройти первый набор курса да по системному когнитивно-поведенческому коучингу лучше чем второй потому что вы сможете гораздо раньше все это дело начать делать и идти на несколько шагов впереди на полгода впереди тех кто будет идти за вами а мы рассчитываем в общем довольно много усилий вкладывать в популяризацию когнитивно-поведенческого направления теперь о сертификатах значит по окончании курса вы получаете во первых как это уже принято в ассоциации сейчас как как же он правильно называется удостоверение о повышении квалификации государственного образца от ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии в объеме 128 академических часов такой же какой вы получаете при прохождении базового курса по кпт для того чтобы получить вам нужно пройти все семинары и защититься на супервизии успешно тогда вы получаете соответствующее удостоверение вы также за прохождение каждого из семинаров получаете отдельный ну вот наш такой стандартный вот этот голубенький синенький сертификат от ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии в объеме 8 академических часов то есть на выходе у вас будет 15 сертификатов и удостоверение о повышении квалификации постоянно спрашиваю да коллеги я об этом говорил и мы об этом не умалчиваем всем рассказываем открыто сертифицирован ли курс по ICF отвечаю первый поток нет по одной простой причине потому что и ICF и ассоциация русскоязычных коучей вот которые я принадлежу и квалифицирован в которой это я пальцем потыкал в диплом который у меня здесь над головой требования к программе для того чтобы она она могла быть квалифицирована предполагает что уже есть первый прошедший поток в котором есть студенты по которым можно собрать целый пакет информации то есть нам для того чтобы сертифицировать программу и иметь возможность выдавать сертификаты подтвержденные ICF требуется чтобы у нас уже были выпускники и нам нужно по этим выпускникам записи демо-сессии там всякие разные отчетные документы и так далее и мы этого не можем сделать пока у нас не прошел первый поток поэтому я надеюсь что ко второму потоку мы сделаем это и в ICF и в АРК в ассоциации русскоязычных коучей это одна из наиболее кто не знает да это одна из наиболее таких именитых наверное да и системных ассоциаций в России это та ассоциация которая разработала проект профессионального стандарта коуч который еще не существует до сих пор вот она его разработала провела общественные чтения тоже там в них участвовал давал обратную связь и направила этот проект в Минтруда и сейчас он там рассматривается вероятнее всего будет принят наконец-то поэтому когда мы разрабатывали программу мы сразу разрабатывали ее исходя из нескольких требований внутренних для самих себя кроме того что она должна быть полностью согласована с фундаментом когнитивно-поведенческой теории практики кроме этого она должна соответствовать требованиям ICF требованиям ARK и требованиям будущего вот этого профессионального стандарта который существует в открытом доступе вы можете посмотреть его описание то есть чтобы вы могли потом показывать что вот наша программа которую мы закончили она соответствует еще и требованиям профессионального стандарта поэтому мы заранее подумали об этом и несмотря на то что к сожалению просто чисто организационно это невозможно сделать первый поток не будет сертифицирован по ICF и ARK мы выдаем еще раз повторюсь удостоверение о повышении квалификации и сертификаты нашей ассоциации а с будущих потоков мы планируем до сертифицировать программу задают также вопрос а можно ли как-нибудь там задним числом то есть мы сейчас закончим первый поток а вы нам потом там как-нибудь что-нибудь там как-нибудь этот сертификат докрутите я сразу скажу я не знаю у нас нет ответа на этот вопрос то есть идти наперекор требованиям федерации или там как-то искать какие-то лазейки мы не будем потому что это неэтично но в том случае если у федерации будет возможность сделать это обратной связью то как я говорил да мы очень заинтересованы в том чтобы у вас наших студентов все было очень классно и лучше чем у тех кто окончил любые другие образовательные инициативы да мы все равно конкуренция есть вот поэтому конечно мы сами очень заинтересованы в том чтобы выдать вам максимум на который мы способны если это возможно будет вообще технически теоретически мы это сделаем если это будет невозможно сделать то увы но зато вы получите полугодовой запас времени да на развитие своей практики по сравнению с другими вроде бы это основные вопросы последний вопрос который был вот из таких часто задаваемых это какое образование нужно чтобы записаться на курс и ответ на него очень важно тоже понимать в как бы это назвать то в контексте наверное так дело в том что в рынке коучинга очень давно ведутся споры не только насчет границ между коучингом и терапией но и о том должен ли коуч иметь терапевтическую подготовку ответ не так-то прост как может показаться и попытки убедить общественность в том что такая подготовка не нужна она она ну имеет свои основания не только для того чтобы снизить порог входа но есть ряд причин и вместе с этим наш подход сегодняшний все таки да и то направление которое развиваем мы системный когнитивно-поведенческий коучинг все равно принадлежит к другой когорте мы считаем что коуч должен иметь хотя бы некую минимальную подготовку в области когнитивно-поведенческой психотерапии поэтому мы не требуем для участия в коучинге в смысле мы не требуем в этом курсе профессионального образования психолога мы хотим и это обязательное требование чтобы у вас были базовые знания по когнитивно-поведенческой терапии это либо вы уже прошли базовый курс по КПТ в ассоциации или там где его еще читает Дмитрий Викторович Ковпак в МИПе в Московском институте психоанализа либо вы прошли какой-то аналогичный по объему курс и вы согласуете это с нами напишите нам и наши менеджеры с вами это обсудят либо вы записались на базовый курс по КПТ и начали уже его проходить и прошли хотя бы первые три семинара и начали читать учебник Джудит Бек почему? потому что мы в курсе сразу со второго занятия начнем опираться на модели на когнитивно-поведенческую модель на модели концептуализации и рассказывать где там какие нюансы отличают коучинг и терапию и так далее мы будем об этом много говорить и поэтому очень важно чтобы вы понимали о чем идет речь потому что если вы придете вы услышите слова когнитивно-поведенческая модель или услышите слова концептуализация по Бек или вы услышите слова глубинные убеждения и вам это ни о чем не говорит то нам будет действительно трудно двигаться дальше и вы не сможете системно осваивать те навыки которые мы считаем нужными для вас именно поэтому мы первый поток позиционируем как поток для когнитивных терапевтов и психологов-консультантов имеющих соответствующее образование пожалуйста имейте это в виду коллеги я вот там вижу приходят вопросы я буду на них потихоньку отвечать там вот ник который на Марина начинается вы отправили запрос на участие пожалуйста если не трудно направьте вопрос в чат если вы можете его коротко сформулировать потому что у меня не очень с каналом я вот не знаю я буду подключать людей к эфиру или нет закончу ответ на вопрос про образование то есть и того базового психологического образования оно не требуется университетское но базовая подготовка по когнитивно-поведенческой терапии требуется пожалуйста детали уточняйте у менеджеров оставив заявку на страничке курса собственно мы считаем что это важно мы считаем что и когнитивно-поведенческие терапевты очень сильно выиграют от приобретения не только навыков коучинга в своей терапевтической практике но и от освоения режимов помогающего специалиста терапевта психолога консультанта коуча и от построения более широкой такой теоретической рамки у себя в голове поэтому мы видим что это важно для терапевтов но мы также видим что коуч без серьезной или хотя бы минимальной терапевтической подготовки оказываются в начале менее эффективны то есть их рост на старте является чуть более медленным и немного отличается от роста тех профессионалов у кого подготовка есть и последний здесь вот момент который мне хочется сказать что по крайней мере в бизнес коучинге сегодня такой тренд пошел можно сказать он не переломный но клиенты бизнес заказчики корпорации которые ищут коучей в том числе для бизнес заказчика для топ менеджеров так вот они запрашивают коучей с психологическим образованием раньше это было не так по одной простой причине это очень интересная тема про рынок мы об этом обо всем о чистой практике на курсе будем рассказывать да я чуть вам приоткрою дверь там вот эту замочную скважину до недавнего времени но точно можно сказать что до восемнадцатого девятнадцатого года коучем которые имеют психотерапевтическое образование в бизнес среде был некий скепсис по одной простой причине они делали не коучинг очень многие точнее из них просто не было гарантии что терапевт который прошел подготовку как коуч и придет в бизнес действительно будет делать коучинг то есть топ менеджер приходит и говорит мне надо разобрать вот вопросы взаимодействия с командой а почему-то к концу первой сессии разговоры начинают снова вестись о детстве этого топ менеджера о его взаимоотношениях с мамой и папой и так далее и некоторых менеджеров это действительно очень сильно фрустрирует то есть речь не о том что туда не надо ходить но речь о том что у них самих не было такого запроса и это было безумно часто то есть это прям проблема рынка а сейчас и в ходе пандемии да произошла другая история количество проблем связанных с эмоциональным истощением профессиональным выгоранием и личностными вопросами стало настолько большим что многие руководители не все то есть я не говорю о том что ситуация на 180 градусов поменялось многие руководители они опасаются сначала идти в терапию но они заходят в коучинг но уже с такими личностными вопросами и поэтому там приходится чувствовать себя комфортно разговаривая с такими людьми на такие темы и в связи с этим психологическая подготовка мы убеждены в течение ближайших 2-3-5 лет станет еще более весомым козырем в коучинговой работе и в том числе в отстройке от ваших других коллег по рынку не буду говорить конкурентов и я так думаю это моя гипотеза что и в лайв коучинге будет происходить то же самое что к сожалению слово коуч настолько сегодня затерто в рынке что потихоньку структурирует этот рынок с утверждением профессионального стандарта коуч как раз таки наличие базовой базовой терапевтической или психологической подготовки будет значимым бонусом поэтому мы и хотим чтобы коучи которые учатся системно-поведенческому коучингу имели базовую подготовку возможно я так длинновато зашел в эту тему но мне хотелось описать очень четкий и понятный контекст того что происходит теперь давайте по вопросам там вот был вопрос а какой же какие же плюсы какие бонусы у студентов первого потока которые не получат сертификат я еще раз повторю клиенты первого потока получат студент первого потока получат удостоверение о повышении квалификации и сертификат ассоциации КПП они не получат сертификат ICF потому что программа технически не может быть по ней сертифицирована и здесь вы выбираете сами мы никого не тянем за руки за ноги мы не говорим о том что я не знаю все пропало если вы сейчас не пройдете этот курс то ваша жизнь потеряна это не так да здесь большой вопрос да есть те специалисты кому нужны кому нужно ехать как можно быстрее а есть те кому надо ехать с шашечками и это ваше право это ваше решение и вы сами принимаете его для себя вы хотите на полгода раньше остальных начать работать в этом подходе и начать свою практику одной из первых и принимать участие в тех будущих активностях которые мы будем предлагать для наших выпускников одними из первых либо вы хотите спокойно подождать потому что у вас еще не выработалось доверие к тому что я вам говорю сейчас к тому что вы слышите ассоциации и в таком случае вы ну подождете и войдете в эту реку чуть позже чем другие здесь как всегда да в любой восприятии любой технологии там я не знаю с появлением смартфонов или каких-нибудь там любых новых технологий бывают ранние последователи а бывают ранние и поздние большинство здесь точно такой же вопрос к вам если вы хотите быть в ранних последователях если у вас отзывается то что мы говорим и продвигаем активно в рамках ассоциации и вам интересно развиваться вместе с нами то приходите к нам в первый поток мы как бы будем всемирно помогать реализовываться первыми если этого еще пока нет на здоровье приходите к нам в следующие потоки следите за нами подписывайтесь на нас в социальных сетях читайте наши научные статьи которые мы публикуем смотрите бесплатные видеоролики о коучинге которые мы выкладываем их уже появилось некоторое количество мы планируем это количество продолжать увеличивать поэтому здесь ваше решение ну с моей точки зрения самая большая ценность в том что вы сможете действительно во-первых войти в это раньше и во-вторых мы будем очень серьезно подстраивать программу ответы на вопросы несмотря на то что она достаточно подробная там все равно есть некая такая степень гибкости мы будем очень серьезно ее подтачивать под требования пожелания тех кто у нас будет в потоке как дальше там будем смотреть да вот там отличный вопрос совершенно отличный может быть предполагается дальнейшее участие прошедших первый поток в поддержке второго Ирина спросила и да сейчас на сегодняшний день предполагается потому что одна из один из подходов хорошо работающих да старое вино воспитывает молодое есть такая поговорка по-моему во Франции и как раз возможность для тех кто прошел первый поток проходить практику нарабатывать практику на участников второго потока с точки зрения нас как организаторов это супер важная тема и безусловно мы ее прорабатываем скорее всего такие возможности будут вот поэтому Ирина очень здорово что вы об этом написали так ну вот по вопросам пожалуй все коллеги есть ли еще что-нибудь что вы хотели бы узнать о курсе или что-нибудь спросить вот у меня есть еще тут пара запросов на участие но у нас могут быть трудности с сетью у меня просто не очень стабильная поэтому пожалуйста напишите в чат если есть такая возможность а я на них отвечу так что же еще важного ну давайте повторюсь что на сайте ассоциации есть ссылки и в социальных сетях ассоциации есть ссылки на страничку курс коучинга ассоциации системный когнитивно-поведенческий коучинг там вы можете зарегистрироваться записаться на программу связаться с менеджером задать вопросы о формате о стоимости о скидках для членов ассоциации и так далее вот не откладывайте пожалуйста это на последний день потому что осталась уже неделя до старта и нам конечно хотелось бы ну лучше понимать сколько будет участников для того чтобы качественно организовать сам рабочий процесс так должна ли защита сессии проходить с клиентом которого мы будем искать сами да здесь мы в первом по крайней мере потоки мы не планировали предоставлять вам какой-то пул клиентов специальный поэтому так же как и в случае с супервизией в курсе традиционной когнитивно-поведенческой терапии вы находите клиента сами мы будем еще рассказывать о подробностях сертификации поэтому не волнуйтесь все расскажем ну и супервизии да я имею ввиду вы сами находите клиента это может быть ваш клиент в терапии вы с ним отдельно контрактуетесь это очень важно то есть клиент должен понимать что такое коучинг ну вы да можете ему помочь в этом разобраться у клиента должен быть реальный запрос и вы отдельно с этим клиентом контрактуетесь на проведение сессии эта сессия может быть бесплатной она не обязательно должна быть платной но тем не менее это должна быть сессия по реальному запросу реального клиента с которым вы реально работаете вот эта сессия должна быть записана тоже транскрибирована ну и оформлена определенным образом соответственно мы будем по ней давать обратную связь еще наверное что я не сказал о дальнейшем развитии да после базового курса то что будет предлагать также ассоциация это во-первых интервизии именно в когнитивно-поведенческом подходе коучинговой супервизии и подумаем опять же с точки зрения развития возможно там через некоторое время не сразу тоже начнем делать техники и навыки такие же как и в когнитивно-поведенческой терапии в общем самое главное начать с теми кто готов заходить в эту реку а дальше поверьте впереди очень много интересного потому что мы уже вышли с системным когнитивно-поведенческим коучингом на международный формат то есть мы презентовали и определение методологию на международном конгрессе римском который проходил онлайне в этом году но он раз в три года проходит по когнитивной психотерапии мы планируем в 21-22 году англоязычные публикации поэтому в общем это все надолго и очень интересно и это сочетает в себе возможности развития и в научном направлении и в практическом и в преподавательском то есть мы рассчитываем на то что ветка дальнейшего развития она будет достаточно кустистый так спрашивают Юлия спрашивает сколько сессий потребуется для защиты итогового кейса на супервизии один то есть в отличие от курса КПТ где нужно записать 10 сессий здесь нужно будет записать одну мы отдельно об этом поговорим то есть это формат формат коучинга в одну сессию сингл сэшн коучинг мы отдельно будем о нем раз разговаривать предполагается ли отработка навыков в период обучения да я сказал об этом чуть раньше кстати эфир мы сохраним его можно будет посмотреть в записи если вы что-то упустили сначала у нас 30 часов практики из 120 то есть как минимум четверть времени мы будем заниматься практикой начиная с первого семинара который стартует 16 июня где кроме истории и основ этики коучинга вы будете разбирать студенты будут разбирать этические кейсы реальные жизни которые постоянно возникают у нас у коучей в лайф и в бизнес коучинге поэтому практики будет много и нарабатывать тоже будет много и будем помогать вам объединяться друг с другом для того чтобы вы могли еще нарабатывать практику между семинарами между сессиями так Елена спрашивала можно ли использовать коучинг не только в КПТ например в к сожалению немножко не хватило в чем если вопрос про другие модальности то можно наверное так же и ну то есть если вы можете использовать когнитивно-поведенческую модель и методы в других модальностях то вы тогда и когнитивно-поведенческий коучинг тоже можете использовать наработка навыков режимов специалистов будет запредельно полезной для всех кто не в экзистенциальной например психотерапии то есть вот те кто работают в экзистенциальных и гуманистических подходах да у вас это наработано у когнитивно-поведенческих у психо-динамических специалистов этого нет поэтому то что мы будем нарабатывать это не помогают нарабатывать почти нигде как мне кажется да я не буду говорить за других но в общем мы точно будем уделять этому много внимания каким образом переключаться между двумя режимами режимом корректировки дисфункции и режимом ориентированным на позитивные изменения как это наработать нарабатывать внутри себя как развиваться в этом дальше на обучении мы будем говорить о коучинге вообще и мы будем нарабатывать те навыки и взгляд и умения и техники которые применимы и в лайф коучинге и бизнес коучинге и у нас я тоже об этом рассказывал в конце пройдет два отдельных семинара один будет по лайф коучингу также в две недели ну два занятия и второй будет отдельно по бизнес коучингу тоже два занятия для того чтобы вы могли представлять да что вам больше нравится что больше интересно просто представлять себе другую сферу чем та которую планируете заниматься нам важно чтобы вы в конце базового курса представляли себе все поле коучинговой практики для того чтобы иметь возможность осознанно принимать для себя какие-то решения относительно вашего будущего развития то есть резюмирую ответ мы будем говорить о коучинге вообще отдельный семинар будет по лайф коучингу отдельный семинар будет по бизнес коучингу в конце нашего большого курса вот елена я надеюсь что я ответил про другие направления то есть как отдельные методы и навыки концептуализации коучинговые навыки которые мы будем нарабатывать сто процентов применимо в других направлениях тема режимов специалисты их осознанного удержания переключения это я уверен что будет ну очень полезно независимо от направления психотерапии но еще раз повторюсь для елены что для того чтобы участвовать в курсе важно чтобы у вас была некая базовая подготовка именно в когнитивно-поведенческом направлении то есть без этого к сожалению мы не сможем с вами начать разговаривать на одном языке Ирина запуск продвинутого курса планируется в 2022 году то есть мы потихоньку будем двигаться вперед поэтому нам надо сначала провести базовый курс сделать целый ряд задач связанных с публикациями и потом двигаться вперед поэтому мы сначала завершим базовый потом начнем продвинутый да Елена пишет по поводу времени занятий к сожалению да мы понимаем что есть такая особенность поэтому пожалуйста перейдите на сайты КПП зайдите вот на страничку базового курса или найдите ссылку в социальных сетях и оставьте заявку для менеджера что вы хотите учиться но вам не подходит время мы будем собирать такие заявки потому что понятно что вся восточная часть там не центральная часть России да у всех такие проблемы там Казахстан сдвиг по часам это действительно проблема и учиться по ночам каждую неделю не очень-то удобно чем больше таких заявок будет тем больше шансов что мы запустим в параллель какой-то следующий поток для не знаю там для утренних или там не знаю там для вечера восточной части России и там азиатской части нашего континента поэтому оставляйте заявки так 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 цену да там был вопрос про цену про цену я скажу также она указана в открытую на страничке курса недорого это всего 6 тысяч рублей за один семинар один семинар это две встречи по три с половиной часа вечерних соответственно полный курс целиком стоит 96 тысяч рублей это 32 встречи начиная с 6 июня мы стартуем через неделю и заканчивая в начале 22 года при этом коллеги дают 10% скидку при полной оплате курса а также есть 10% скидка для членов ассоциации курс можно пройти полностью можно проходить отдельные семинары но мы конечно рекомендуем проходить весь курс для того чтобы получить удостоверение о повышении квалификации вот такие вот истории по стоимости и запуску мы с вами уже 50 минут разговариваем о курсе мне кажется это здорово я когда начинал этот эфир я думал о чем можно говорить 50 минут о курсе когнитивно-поведенческого коучинга оказалось что много о чем вот я надеюсь что мне удалось на ваши вопросы ответить достаточно подробно наверное один только момент я скажу для конца в конце записи у нас еще есть двухдневный курс прошу прощения не курс это двухдневный семинар по КПК по когнитивно-поведенческому коучингу поэтому если у вас не получается пойти на курс но вы бы хотели познакомиться с базовыми основами то вы можете оставлять заявки на двухдневный семинар и тоже когда их будет достаточно много мы объявим следующую дату тем кто заканчивает двухдневный семинар мы засчитываем первые два семинара базового курса то есть вы можете ну вот смотрите на это присматриваетесь такие ну что-то вот я не знаю как-то не очень интересно в смысле очень интересно наоборот но волнуюсь там подходит ли мне курс целиком и вот если вы волнуетесь то у вас есть несколько возможностей во-первых вы можете пройти первые пару семинаров то есть оплатить только их а не весь курс и дальше принять решение хотите в этом заниматься или нет как раз первый семинар проведет Катрина Александрова второй семинар проведу я он будет по теоретическим основам и вы поймете ну хотите вы двигаться дальше или нет получите ответы на свои вопросы в общем-то да это будет недорогая инвестиция во-вторых если вы понимаете что да я хочу попробовать но возможно еще тоже я не готова там на полный курс или не готов то тогда вы можете пройти двухдневный вечерний семинар когда-нибудь у нас нет пока дат поэтому лучше начинайте вот сейчас поскольку стартует базовый курс пройдите просто первые два семинара базового курса но если вы почему-то упустили вы уехали в отпуск вы ну по каким-то причинам сейчас не получается начать то это следующее будет ближайшая возможность для того чтобы начать изучение когнитивно-поведенческого подхода можете менеджером оставлять заявочки мы с вами свяжемся как только будут объявлены какие-то даты мы увидим интерес к этому и тогда вы войдете в следующий базовый курс уже с первых двух семинаров в плане того что значит засчитывается это не значит что вы можете туда прийти бесплатно это означает что для повышения для получения для получения удостоверения о повышении квалификации вам не обязательно проходить первые два первые два семинара но крайне рекомендуется даже если вы проходили базовый семинар я очень рекомендую еще раз пройти первые два семинара очень рекомендую потому что во первых вы еще поразбираетесь с этическими кейсами это то чего у нас не было подробно на двухдневном семинаре во вторых вы всегда уносите и я тоже да когда обучаюсь там тоже психотерапии мы всегда уносим занятия 10 процентов того что там было поэтому вы просто сможете докинуть себе еще 10 процентов и у вас уже будет 20 процентов материала поэтому даже если вы учились на двухдневном семинаре я рекомендую потому что про этику вы точно не просто узнаете что-то новое наработаете что-то новое а то что касается теоретических основ и базы то повторение мать учения и наверняка вы что-то ценное для себя оттуда вынесите не на уровне нового знания а на уровне наработанного навыка поэтому могу только пригласить и пройти еще раз ух друзья мои мне кажется очень плодотворно пожалуйста если еще какие-то животрепещущие вопросы у вас остались пожалуйста напишите в комменты а если нет то мы будем потихоньку закругляться я пока вы думаете спросить что-нибудь или нет дам такое резюме о чем мы успели поговорить если вы подключились позже то вы тогда сможете в записи посмотреть этот эфир я рассказал немножко вкратце о себе и о том зачем в ассоциации развивается направление коучинга о том что оно не просто так оно очень важно для нас и оно неотъемлемо соединено с терапией психологическим консультированием то есть коучинг для нас это очень важная часть целостного когнитивно-поведенческого подхода к работе с состояниями людей и об этом я довольно подробно расскажу вначале потом я отвечал на вопросы каковы ппп ссылки есть в соцсетях и на сайте ассоциации курс стоит 6000 рублей за один семинар у нас там 15 семинаров и супервизия поэтому весь курс стоит 96 тысяч рублей и оплачивать его можно по отдельности то есть вы можете оплачивать отдельные семинары начиная с первого если вы оплачиваете курс полностью то вы получаете скидку 10 процентным при полной оплате также предоставляются скидки для членов ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии запись этого эфира также будет и вы сможете его посмотреть кажется я ответил на то что еще нападало ага да благодарности про оплаты я рассказал про прайс рассказал друзья спасибо тогда мы на этом будем завершать мы вписались в час пожалуйста смотрите запись приходите к нам если у вас еще остались вопросы пожалуйста пишите менеджерам расспрашивайте уточняйте ответы которые давал я сегодня они тоже вам могут подтвердить что-то сделать поподробнее продолжительность одного семинара елена у нас три с половиной часа с перерывом ой прошу прощения это два занятия по три с половиной часа то есть это восемь академических часов а астрономического времени это три с половиной часа одна среда и три с половиной часа другая среда вот надеюсь понятнее стало юля вам спасибо за вопросы спасибо за интерес проявленный я как коуч и как руководитель направления коучинговой ассоциации глубоко убежден что эта модальность очень полезна для освоения терапевтами и психологами и консультантами независимо от того собираетесь ли вы открывать свою отдельную коучинговую практику потому что это поможет вам с одной стороны более точно осуществлять интервенции работать со своими существующими клиентами в терапии и психологическом консультировании а во вторых вы сможете больше нарабатывать даже на свои зарабатывать денег даже на своей существующей клиентской базе да когда человек благодаря вашей эффективной работе с ним вышел из какого-то негативного тяжелого состояния пришел в состояние нормы вы можете продолжать этому человеку помогать в его развитии в достижении его жизненных целей в более в достижении более позитивных состояний его жизни его психики с помощью коучинговой модальности поэтому мы верим мы убеждены в то что это действительно большая ценность для всех вас спасибо за эфир друзья мои тогда мы на этом заканчиваем и я сохраню этот эфир и надеюсь что он будет без проблем доступен в канале ассоциации спасибо коллеги и хорошего дня спасибо 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 мне Продолжение следует...